Часто ли вы испытываете тревогу и даже в какой-то момент понимаете, что чувство тревожности мешает нормально жить? Конечно, тревога – это достаточно естественная и нормальная реакция организма. Она даже помогает мобилизовать силы и привлечь внимание к решению определенной задачи, но не всегда. Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами в эфире. С вами Оксана Мельничук. Здравствуйте! Тревогу в своей жизни испытывают, безусловно, все люди. Нормально волноваться из-за кризиса, коронавируса, например, смены работы или места жительства. Но когда тревога копится и становится постоянным спутником в жизни, то стоит немного остановиться и разобраться. Об этом поговорим с психологом Анастасией Каленовой. Анастасия, здравствуйте! Доброго дня! Да, на сегодня у нас такая тревожная тема, но тем не менее, что такое повышенная тревожность, признаки и симптомы? Во-первых, хотелось бы сказать о том, что сама по себе тревога биологически обусловлена. То есть, когда мы хотим полностью перестать тревожиться, ну, скорее, это уже не норма, а некая невозможная ситуация. Потому что изначально тревога помогла нам всем выжить, помогла нам вовремя среагировать, спастись, смотреть на различные вещи, симптомы, которые нас могут тревожить. И мы из этого войдём к врачу, к примеру. То есть, тревога — это важная, на самом деле, часть нашей жизни и не самая плохая. Но тем не менее, огромное информационное поле, различные наши навыки переживать. Мы учимся переживать за жизнь у наших родственников, у наших дорогих и близких. И вот так вот где-то к 25-30 годам мы начинаем уже тревожиться серьёзно. Вот. И, конечно, если вы за собой замечаете, что что-то постоянно вас волнует, что из-за чего-то вы не можете принять решение, да, из-за чего-то вы всё время думаете, это не даёт вам возможность чувствовать, проживать свою жизнь в комфорте, то, наверное, это уже будет повышенная тревога, да, и, наверное, есть смысл здесь об этом задуматься, обратиться к специалисту или попробовать самостоятельно что-то с этим сделать, да, и посмотреть, как пойдёт. Вот. Но, тем не менее, вот если мы будем дифференцировать, где же норма, а где уже нужно задуматься, да, то это по чистоте нашей тревоги. Как часто я накручиваю тревожные мысли, как часто я их поднимаю в себе, и, главное, как от этого меняется моё качество жизни. Анастасия, ну вот вы сейчас сказали такую градацию возрастную — 25-30 лет. Вот я могу отметить, что на себе это замечала, что вот после 30-ти появляется действительно повышенное чувство тревожности. То есть этому есть вот такое возрастное объяснение. Это не просто так. В детстве мы как-то меньше боимся и тревожимся. Это правильно, да? Ну, совершенно верно. Дело в том, что в детстве мы ещё и не знаем, чего нам бояться, да. Ребёнок, он боится абсолютно понятно с точки зрения, опять же, биологии и вещей. Ну, к примеру, он боится темноты, потому что понятно, что неизвестно, что там в этой темноте находится. Или он боится высоты, но что тоже биологически обусловлено. Или громких звуков, к примеру, ребёнок может бояться, что тоже, ну, в общем, достаточно понятно. Но мы начинаем подрастать. И наши родители, бабушки, дедушки, воспитатели, вообще взрослые, которые рядом с нами находятся, начинают с нами делиться своей тревогой. Ну, например, рассказывают о том, что если ты будешь плохо учиться, то у тебя ничего и в жизни не получится. Или там о том, что если ты будешь бежать, ты можешь сильно споткнуться, да, там и сильно удариться. И вот вроде бы ребёнок об этом никогда не заглумывался и не догадывался, что так может произойти. Но опыт, особенно если бабушка была права, и ты, правда, сильно разогнался и потом сильно ударился, говорит о том, что, видимо, эта женщина что-то знает, чего не знаю я. И я начинаю более доверительно относиться к её словам. Следовательно, когда дело доходит уже до накопления различных тревог наших родных и близких, вдруг у нас появляется такая некоторая корзинка, да, где я точно знаю, чем мне заниматься, как, когда, как мне бояться и так далее. Вот, с другой стороны, есть сверстники. Сверстники тоже любят поговорить о том, что для них эмоционально важно, и поделиться о том, что есть что-то страшное или что-то недозволенное, или что-то, что может ужасно произойти. Это тоже становится яркой темой для разговора, для того, чтобы поделиться со своими друзьями и, в общем, таким образом тоже научиться хорошенько бояться. Вот, поэтому у нас некоторый практический опыт и наш опыт с точки зрения такой социальный, да, он всё это вместе как раз-таки к 25 годам, когда начинается уже такая ответственность, когда нужно выбирать место работы, когда нужно понимать, что тебе в жизни интересно, куда тебе идти, чем заниматься. Вот, всё вместе как раз складывается в некий тревожный такой комок, который я иногда могу себя в голове поднимать, распутывать, рассматривать. Анастасия, ну, тревога, вернее, вот именно уже тревога патологическая — это сигнал об какой опасности? А, ну, как правило, здесь нужно смотреть, конечно, для каждого человека это будет индивидуальная история, да. Дело в том, что в основе тревоги лежат какие-то глубинные мои убеждения, ну, о том, как жизнь вообще выстроена, каким я должен быть, как я должен себя вести, каким должен быть мой творческий путь и так далее и тому подобное. Ну, к примеру, в основе некой социальной тревожности может лежать такое убеждение, что если я не буду успешным, я не буду нравиться людям, я буду на отшибе цивилизации где-то, да, и, в общем-то, не знаю, умру в одиночестве. Или если я потеряю работу, то это не означает для человека, который не тревожится, да, ну что такое, ну, потерял работу, найду новую. Ну, там будет сложно, будет тяжело, но, тем не менее, всё же где-то я пригожусь. Вот для человека, который тревожится, это всё выглядит не так. Там будет глубинное убеждение, что если я потеряю работу, то, следовательно, дальше картинка, мост, коробка из-под холодильника, и мы с семьёй там живём. То есть это реальные случаи моих клиентов, которые, когда мы разбираем, ну, а что будет ужасного в том, что вы потеряете работу, следующая картинка, есть нечего, и в коробке из-под холодильника живём. То есть понятно, что это вряд ли соответствует логике, ну, такой обычной логике, да, там нашей жизненной, но, тем не менее, для тревожного человека это по-настоящему такое убеждение, и вот с этим стоит, конечно, работать. То есть вот этим пластом глубинных убеждений, которые мы, опять же, за свою жизнь, да, у себя накапливаем, и каким-то образом потом ими пользуемся. То есть получается, тревога — это такая фантазия, причём очень негативная. То есть это вот прямо крайность крайняя. Мало того, что это фантазия, я бы ещё добавила, что это как некоторое правило жизни, которое показывает, что иначе быть не может. То есть убеждение, да, это то, в чём я, в общем-то, не сомневаюсь. Убеждение — это то, в чём я уверен. Это некоторый такой маячок, на который я держу курс или, наоборот, пытаюсь на него не заходить на этот курс. Поэтому, да, вы правильно сказали, это, конечно же, фантазия, но она очень реальна по моим внутренним ощущениям. Анастасия, ну, когда я готовилась к эфиру и читала о тревоге, честно говоря, даже немножечко затревожилась, потому что вот именно затяжная тревога, она приводит даже к каким-то депрессивным таким состояниям, вернее, к психологическим заболеваниям. Вот это реально так и есть? Или это там просто страшилка в интернете? Ну, здесь я бы сказала, что про психическое заболевание скорее, ну, уж там до шизофрении, конечно, это не доводит. Там немного другие механизмы есть. Но, тем не менее, у нас в медицинской практике есть такое заболевание, называется генерализованное тревожное расстройство. Это когда я переживаю по поводу вообще всего в своей жизни. То есть пойду я на работу, опоздаю, не опоздаю. Пришёл я на работу, позвонил телефон, ой, а вдруг начальник вызывает, а вдруг сейчас что-то скажет, а вдруг сейчас, а вдруг что-то случилось. То есть и вот человек с генерализованным тревожным расстройством, он, конечно, нуждается, кроме психиатрической помощи, ещё и психологической. То есть, с одной стороны, здесь мы обычно в такой связке с врачом-психиатром или врачом-психотерапевтом работаем. Один с точки зрения медикаментозный, а вот я с точки зрения того, что я помогаю, пока медикаменты действуют, выработать успешное рациональное мышление у нашего пациента для того, чтобы он потом, отбросив костыль медикаментов, смог всё же не вернуться в это состояние. Потому что, ну да, по факту можно так хорошо научиться тревожиться, хорошо, конечно, в плохом смысле этого слова, что до генерализованного тревожного расстройства себя довести. Анастасия, я, конечно, понимаю, что причин может быть много, но тем не менее есть какие-то основные причины, которые приводят к этому повышенному состоянию тревожности? Ну, как правило, здесь две вот таких основы. С одной стороны, когнитивная, да, то есть мои мысли. У меня есть много мыслей, и меня научили, что они страшные, тревожные. И вот эти страхи я постоянно рассматриваю. Вот, а с другой стороны, ещё есть и поведенческое. Дело в том, что в поведении, когда я тревожусь, может быть что-то и позитивное. Ну, к примеру, мои родственники могут сильно меняться в отношениях ко мне, когда я начинаю сильно тревожиться. И как-то начинают чуёчек подносить, обращать на меня внимание. И это тоже может стать, ну, таким, знаете, как позитивной подкормкой моего такого тревожного состояния. То есть это не помогает мне на самом деле иногда справиться, а наоборот становится, ну, таким, как призывом о том, чтобы обо мне позаботились и так далее. Поэтому здесь стоит рассматривать тревогу с точки зрения двух таких больших пластов моих мыслительных, да, когда я свою мысль как жвачку, да, вот я её кручу в голове, кручу, кручу, и чем дальше я её кручу, тем больше эмоционально страха я получаю. И, с другой стороны, вот поведенческий, да, научиться уходить от этого. Анастасия, вот, кстати говоря, о мыслях, вот они действительно почему-то замечала такую тенденцию, что эти мысли почему-то приходят всё время в вечернее время или ночь. В этом есть какая-то суть? Ну, это, знаете, как популярные мемы, да, когда ты засыпаешь, а твой мозг начинает думать какую-то непонятную вещь, да, и ты не можешь уже заснуть. Это, кстати, то, с чем приходят обычно клиенты, у которых есть инсомния, которые не могут спать, потому что они перед сном зачем-то смотрят телефоны, смотрят какие-нибудь последние сводки о войне где-нибудь на Ближнем Востоке, потом смотрят про статистику ковида, сопоставляют это всё, и, в общем, дальше непонятно, как жить на свете белом, а главное, как спать. Вот. А да, совершенно верно, здесь в вечернее время обычно, когда мы уже переделали все дела, и нам не на что отвлекаться, может появляться такой момент, что мозгу всё равно всё время что-то делают, он всё время обрабатывает информацию. Коли нет актуальной информации, чтобы её обработать, буду-ка я обрабатывать то, что я давно привык обрабатывать, ну, например, в своей тревоге. Поэтому, конечно, в вечернее время стоит обратить внимание на то, чем я занимаю свой вечер. Это не значит, что я всегда продуктивен, но это значит, что, допустим, я получаю некие удовольствия по вечерам, читаю хорошую книжку. Да, мысль мысль выпивается здесь, это очень полезная такая история, да, клин-клина. Вот. Или я это время провожу с детьми со своими, или я со своим любимым человеком общаюсь, ну, почему бы вечером с ним, в общем, не провести это общение. Поэтому здесь может быть много всяких приятных таких дел, которыми мы можем отвлекать себя от этих ненужных мыслей. Анастасия, ну, самое главное, что утром всё проходит, это хорошо. А потому что утром бежать надо, никогда думать, понимаете? Надо быстро собираться, кушать кашу и бежать. Да. Анастасия, опять же, я читала в интернете, что тревога может быть врождённым чувством. Вернее, она заложена с рождения у людей с определённым психическим укладом. Вот скажите, это так? Ну, да, конечно. Здесь, кроме того, что это врождённая наша, в принципе, да, такая функция, так ещё и у нас есть разные виды нервной системы. Мы рождаемся с неким, там, генетическим, да, с генетическими предрасположенностями. И, конечно, вообще мы все потомки невротиков, открою вам секрет, потому что тот, кто больше всех тревожился, тот лучше всех спасся. А коли он лучше всех спасся, то он больше потомства дал, понимаете? Поэтому мы, в принципе, ну, потомки в основном тех, кто много тревожились. Поэтому, конечно, есть типы нервных систем, допустим, которые, ну, более восприимчивы к тревоге, да, назовём это так. Это не значит, что это патология и есть исключительно тревожащиеся люди или нет. Дальше, вот кроме того, что я биологически каким-то родился, да, вот в ход вступает то, как меня научили. Если мама, папа, родные, да, когда мне страшно, присоединяются к этому страху, садятся со мной рядом, объясняют, что не страшно, пойдём в комнату, посмотрим, что там никого нет, превращают это в игру, к примеру, да, где мы вместе смотрим под кровать, что там бабайка не живёт, при этом ещё и не пугают, что сейчас ты будешь себя плохо вести, бабайка тебя заберёт и так далее и тому подобное. Вот, то есть не культивируют эти страхи, наоборот, помогают ребёнку справляться, то даже достаточно тревожный ребёнок, в принципе, научается не тревожиться. И наоборот, очень спокойный ребёнок, если ему постоянно рассказывать, что будет, если он чего-то не сделает, или если он там не будет слушаться и так далее и тому подобное, он как раз-таки к 20 годам наберёт этот пул тревожных всяких звоночков и будет с ним ходить и постоянно оттуда что-то доставать и об этом тревожится. Поэтому тревога, кроме такой генетической, она ещё очень сильно зависит от научения, как меня научили. А ведь иногда учат не потому, что нас не любят, а потому, что так проще. Ну вот сказали, не будешь кушать кашу, бабайка тебя заберёт. Следовательно, что нужно, во-первых, есть кашу, во-вторых, бояться бабы-яги. И вроде бы родители как-то в хорошем смысле хотят нас накормить, в общем-то не хотят нас обижать каким-то образом, но им так легче. Но при этом после этого остаётся ещё некоторая послевкусие того, что я не в безопасности даже, допустим, у себя дома, потому что тут не поел, и сразу тебе всё украдут, съедят. Не знаю, что делает бабайка. Анастасия, ну здорово, что тревогой можно управлять, это радует. Управлять можно вот в детстве, да, научить. Можно ли во взрослом возрасте её управлять? Совершенно верно. Это, в принципе, то, что делает хороший психолог, психотерапевт у себя на приёме. Он-то, в общем-то, научает своего клиента останавливать себя во время тревоги, а главное, ну, работать с теми причинами, которые в основе её, да, вот эти убеждения лежат. То есть, с одной стороны, мы учим нашего клиента перенаправлять своё внимание, и я сегодня дам по этому поводу упражнение такое, на домашнее изучение. А с другой стороны, мы можем дальше работать с тем, что лежит в основе этой тревоги, и тоже по этому поводу сейчас расскажу про некоторые упражнения. Итак, когда вы попадаете в ситуацию, и вы не сразу понимаете, что вы на самом деле тревожитесь, вы как бы ловите себя на тревоге тогда, когда уже эпицентр произошёл, когда вы уже находитесь в эпицентре событий, в эпицентре своих переживаний. Первое, что нам нужно сделать, это остановить себя. То есть, мы с вами каким-то образом должны перенаправить своё внимание с мыслей о том, что, которые крутятся у нас в голове, на что-то совершенно иное. Ну, к примеру, иногда клиентам помогает, кому-нибудь позвонить, с кем-нибудь что-нибудь обсуждать, вообще отлично от того, что меня тревожит. Это менее социально, ему это не помогает, и тогда мы подключаем свой другой анализатор, ну, допустим, слуховой. Можно переключиться на какую-то любимую музыку, послушать плеер, да, и, в общем-то, тоже в этот момент очень так хорошо углубиться. Но если вы вдруг ещё и со слуховым восприятием не очень, то, возможно, вы кинестетик, и тогда есть смысл перевести своё внимание на что-то, что связано с вашими ощущениями. Ну, к примеру, есть несколько упражнений здесь. Можно взять сейчас на улице снег, а можно взять лёд из морозилки, да, положить его на ручку, прям покатать его, и попробовать сконцентрироваться на тех ощущениях, который создаёт вот сама ледышка, да, на тёплой руке. То есть таким образом вы всё внимание, как бы из головы, все те мысли, которые есть, вы переводите как раз-таки на вот эти ощущения. Это помогает нам немножечко выйти из ситуации переживания и посмотреть на неё со стороны. А другой момент, который есть, он такой вкусный. Можно взять какой-нибудь любимый напиток, там, не знаю, чай, кофе, какао. Ну, не алкогольный, естественно. Вот. Взять какую-нибудь печеньку, да, и попробовать отнестись к этой еде, как будто вы её первый раз видите в жизни, да, и как будто вы её пробуете, понюхать, да, попробовать полностью проследить то, как на своих ощущениях, да, то, какие вызывает это ощущение ваш напиток. Наша задача не просто выпить кофе и дальше думать о том, что меня тревожит, да, а именно переключиться на ощущения от того, что происходит. Тогда это поможет, опять же, выйти из этой ситуации. Вот всё равно всё в жизни взаимосвязано, да, и хорошо бы научить нашего тревожного человека эти взаимосвязи строить. Уж коли есть какая-то проблема по работе, да, к примеру, и вы на основе этого тревожитесь, ну, скорее всего, разные проблемы бывают в жизни, и так или иначе люди их лишают, да, и на работе, наверное, ну, тот не ошибается, кто ничего не делает. То есть мы рассматриваем, насколько это глобально. И, о чудо, иногда мы понимаем, что то, из-за чего я тревожусь, это не самое страшное в жизни, да. Ну, к примеру, я тревожусь из-за работы, но при этом не понимаю, что меня любит мой ребёнок, что у меня прекрасные отношения с моей второй половинкой, да, и что для меня, ну, в принципе, даже если там на работе произойдёт какой-то коллапс, ну, главное в моей жизни ничего не изменится, да. То есть мы таким образом работаем с вот этими мыслями, да, и пытаемся найти рациональное зерно в своей тревоге. И если его нет, то тогда стоит от неё отказаться. Анастасия, ну, это больше такие эмоциональные манёвры, да, на них тоже и нужно время какое-то. А есть какие-то, может быть, на физиологическом уровне это вот там быстро подышать, я не знаю, ну, вот какие-то, да, ну, вы поняли, да, о чём я говорю, дыхательные упражнения, я не знаю, которые помогут быстро справиться. Есть замечательные дыхательные упражнения, есть ещё на физиологии очень хорошо действует тренинг релаксации. Дыхательные упражнения, одно, наверное, из самых таких распространённых в этом отношении, называется дыхание по квадрату. Когда вы, у нас в мире всё квадратное, если вы не замечали, вы смотрите на какой-нибудь квадрат в этой комнате, там, в которой вы находитесь, или если вы идёте по улице и увидите здание, оно как минимум квадратное, да, и вы смотрите на верхний левый угол и на четыре счёта вдыхаете. Раз, два, три, четыре. Переводите глазки на правый верхний угол, задерживаете дыхание на те же самые четыре счёта, очень легко запомнить, потом глаза опускаете вниз на нижний правый угол, выдыхаете на четыре счёта, и когда переводите глазки на последний, получается, левый нижний угол, вы как бы задерживаете дыхание на выдохе, тоже на четыре счёта. Вот таких вот три-четыре круга позволяют нам полностью на физиологии восстановить дыхание, восстановить сердцебиение, и, в общем-то, когда вы считаете, вы тоже немножечко от своих мыслей отодвигаетесь. А если тревога переходит уже, ну вот, как говорится, на соматический уровень, то есть ваше тело уже полностью реагирует на это тревожное состояние, и вы понимаете, что вы тревожитесь от того, что вас всего уже сжало, плечи поднялись, то здесь есть хорошая такая по Джекобсону релаксация, она, знаете, довольно классическая, ей уже много десятков лет, но она работает до сих пор, когда наш тревожащийся может прийти, сесть, допустим, на стул, или лучше, если он дома, может лечь, там, знаете, в позе удобной звёздочки, вот, и поочерёдно напрягать мышцы, ну, сначала правой ноги, вот полностью, да, там, с носочка, переходя чуть выше, и когда он отпускает, там, допустим, на 10 счётов, да, он концентрируется на той теплоте, которая от мышц идёт, как расслабление, пытается её протягивать, то есть получается так, что мы всё тело можем, на самом деле мы на это тратим 10 минут максимум, но тем не менее мы можем всё тело расслабить, потому что после того, как мы сильно-сильно сжимаем мышцы, когда мы их расслабляем, они максимально расслабляются, то есть таким образом мы можем и плечики поопускать, что обычно клиенты говорят, да, что им становится дышать легче, то есть они, получается, с ножек поднимаются на ручки, на спинку, на шею, да, и таким образом прорабатывая всё тело, через 10 минут ты уже спокойненько засыпаешь, потому что тело становится тяжёлым таким, оно становится расслабленным, и это позволяет, конечно, и мышечные блоки убрать с одной стороны, и дыхание восстановить с другой стороны, ну и успокоиться с третьей. Анастасия, к сожалению, наше эфирное время заканчивается, ещё остались вопросы, да, на эту тему можно действительно долго разговаривать, но тем не менее спасибо за очень полезную информацию, вам желаю и нашим телезрителям всегда хорошего настроения и никаких тревог. Спасибо большое, что пригласили, всегда приятно. До свидания, Анастасия. До свидания. Спокойствие, только спокойствие. На мой взгляд, это отличный настрой. В одной из программ мы говорили о том, что задуманное нужно мысленно повторять и постоянно. Конечно, сказать «не волнуйся» всегда проще, чем это сделать. В любом случае, наше эмоциональное состояние должно быть в наших руках и под собственным контролем. Хорошего вам настроения, без тревог и паники. С вами была Оксана Минничук, и мы обязательно встретимся и поговорим. Субтитры подогнал «Симон»!